Сейчас была какая-то волшебная сессия, благодаря которой я поняла какие-то, казалось бы, очевидные вещи, но которые не были настолько очевидны. Когда мы служим Создателю, Богу, когда мы служим вере, когда мы служим практике, когда мы служим какому-то своему пониманию добра, любви и прочее, если в этом очень много доказательств, если я всё время что-то доказываю, если я при этом сжимаюсь и очень сильно сконцентрирован, то потихонечку любовь оттуда на самом деле утекает. Можно делать ритуалы в лёгкости, в любви, а можно делать ритуалы очень жёстко и требовать от всех какого-то доказательства того, что они служат как минимум так же, как я. Может быть, чуть-чуть похуже, но вот так же, как и я. Вчера была смешная ситуация. Я пришла, был храм в лесу на Бали, куда я не знала правил, но меня прям потянуло. Мне очень хотелось там посидеть, там были какие-то невероятно прекрасные ощущения. И опять же, ощущение, что сердце раскрывается, и в нём тепло, и тебя бесконечно любят. Вот такие ощущения. И так как это было в лесу, мне в голову не пришло, что непосредственно на какую-то определённую очерченную территорию нужно заходить без обуви. И как, собственно, в наших церквях, конечно же, нашёлся кто-то, кто страшно расстроился, когда увидел меня, что я сижу в медитации, в молитве, но у меня на ногах при этом обувь. И так было интересно, потому что там было две женщины. Одна вошла, улыбалась мне, когда меня увидела, а другая очень мрачно на меня посмотрела. И я только потом поняла, она когда высказалась, что, в общем, для неё было самое важное, что её любовь ограничивающая, её любовь – это про то, что нужно снимать обувь. И что в этой части леса ни в коем случае нельзя быть в обуви. А любовь другой женщины, которая вошла, была про невероятную сердечность. И она так улыбалась, и она была такая в нём счастливая в этом храме, что мне казалось, что мы вообще какое-то одно единое целое в этот момент. Так вот, возвращаясь к служению, если я не замечаю, как я превращаюсь в служащего и в доказательство Богу или Вселенной, что я ого-го, я невероятно праведен, я совершаю умовения и молитвы, и у меня всё по расписанию, я не ем бог знает чего, то, что не подобает есть, то подозреваю, что любви в этом не так уж много, а много очень самообмана и очень много гордыни и эго. Вот, так что благодаря этой прекрасной сессии, которая сейчас случилась, и благодаря Олечке, с которой я работала, я понимаю, что Богу любви непосредственно ничего доказывать не надо. Если она есть, она просто есть, это уже доказательство всего и всему. А если я изо всех сил стараюсь, то значит, где-то я заблудился. И можно на это, на самом деле, посмотреть честно, самому собой, внутрь себя. Я сейчас что-то доказываю, или я просто через меня живёт Бог. Ну, как-то так. Пока.